Томатная паста, овощные маринады, компоты из черешни и даже фейхуа. Санкции на заводе в Белореченске в прямом смысле закатывают в банки. Объемы производства после введения эмбарго здесь увеличили, а на волне импортозамещения нарастили и штат работников. Еще один положительный эффект от санкций, на который мало обращают внимания, говорят на заводе. В прошлом году у нас для того около 30 гектаров помидоров было, и мы с трудом набирали около 40-50 человек на поле, чтобы прополку, уборку, то есть все. А в этом году у нас более 50 гектаров помидоров, а 10 гектаров огурцов. И у нас ежедневно больше 100 человек мы спокойно можем собирать на поле. Почти всю продукцию на заводе делают из кубанских овощей и фруктов, но на региональный рынок из этого поступает не больше 5%. И это как минимум обидно, замечает Вениамин Кондратьев. Ведь кубанское производство в таком случае, как говорится, идет мимо кассы внутреннего регионального рынка. Почему мы не можем дать покупателю право выбора? Давайте на полки поставим и те, которые привезенные из других регионов и стран, и поставим наше местное, которое произведено. Здесь на Кубани отвечает качеству, и пусть сам потребитель, сам покупатель выберет то, что он будет покупать. Я только за это, потому что единственное, я говорю, это неправильное правило, которое выставляет сеть. Они работают только на экономике. Чем дешевле они закупят, тем больше они получат прибыль. Значит, надо просто помочь им выдвинуться и зайти на наш внутренний рынок. Мы об этом и говорим. Они наши, это наша прибыль, это наши налоги, это наши люди, которые здесь работают. Подобные крупные предприятия приносят доход не только в казну муниципалитета, но и всего региона. Перерабатывающая промышленность одна из сильнейших в Белореченском районе. По сути, за счет нее формируется местный бюджет. И даже на встрече с местными жителями первый из вопросов про промышленность. Бизнесменов из компании по производству соков интересует, кому конкретно обращаться за поддержкой по программе импортозамещения, о котором так много говорят. Сами знаете, что у нас было с курсами евро и доллара. Очень интересует программа импортозамещения. То есть, кто конкретно будет в крае этим заниматься, к кому конкретно обратиться с проектом. Вот сидит Сергей Викторович Алтухов и обменяйтесь телефонами и предложениями. Только они должны быть реальными. У нас готовый проект, Иван Иванович. Вот готовый проект, значит, мы готовы, готовый проект реально обсуждать. Только он должен быть не готовым, а реальным. Прожект не нужен, нужно то, что даст результат на выходе. И понятно, надо считать экономику. Экономику не только вашу, но и экономику в целом, которая принесет для района или для края. Просто желание бизнеса для нас приветствуется при условии, если оно будет адаптировано, интегрировано в интересных людей. От экономики района разговор сам с собой переходит в бытовую плоскость. Ведь поднимать финансовые показатели людям приходится в окружающих их условиях. А когда нет электричества или даже тротуара, идти к экономическим вершинам уж совсем некомфортно. В качестве наказа вам построить тротуар от детского сада микроорганизм Северный до улицы Победы, чтобы дети, которые ходят в школу и из школы, ходили по тротуару. Понимаю зал, который сегодня как бы шумит, потому что это как бы бытовой вопрос. Но он должен был в бытовом плане, в рабочем был разрешен. Если я жил бы там со своими детьми, и каждое утро шел, или они шли, а я переживал, как они прибегут дорогу, то я, наверное, бы тоже здесь не гудел бы, а рвал бы этот микрофон. Поэтому здесь чужих вопросов быть не может. Это проблемы ваши, все общие. Иван Иванович, тогда вот прокомментируйте. Мы объявляли торги, участник пожаловался сейчас повторные торги. Вы видите, мы там не достроили дорогу от детского садика на выезд. И будем строить тротуар. То есть мы в этом году проблему эту решим. До декабря мы ее сдадим. Разговор с людьми планировался быть чуть больше часа, но завершился спустя два с половиной. Большинство вопросов, как говорится, косметические, про благоустройство района. Тут и новые дороги, и освещение, и детские площадки. Все вместе мы делаем свой общий дом. Вы свой район, свой город. Все вместе мы делаем дом под названием Краснодарский край. И знаете, как и в семье, когда в собственном вашем доме такой же принцип. Появились деньги, мы делаем то, что первично. Так мы должны жить и здесь, в муниципалитете. Все проблемы, которые я еще раз говорю, здесь услышал, то есть они будут разрешаться в рабочем порядке и уверен, разрешены. Подобные встречи, как отмечают политологи, становятся визитной карточкой Вениамина Кондратьева. Незапланированные объезды городов и станиц, посещения предприятий, разговоры с обычными людьми. И проблемы сразу всплывают на поверхность. Остается их только решать. Александр Иванченко, Ирина Касабова, Денис Перец, Денис Москаленко, Кубань-24, Белореченский район.